Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня 30 марта, выпуск номер 31, понедельник. Приветствую всех. Да, у нас сегодня несколько для вас крутых тем, на самом деле сегодня очень много крутых тем, поэтому будем очень такими хлёсткими формулировками говорить. А когда у нас было мало крутых тем? На прошлой неделе. Это у нас слушатели плохо себя вели. Ну да, я согласен, это мы их наказали, я даже не знаю за что, но наказали. Это была подкастная порка такая. В общем, да, Тарс-сборщик нам дубльгиз представил на основе галпа, про него поговорим. Это первая тема? Да, это первая тема. А ты все темы сказал? Нет, это первая. Вторая вон у тебя на доске написана. Нет, ты понимаешь, что у нас же есть наша незыблемая тема. Так в смысле, мы громкие только ещё объявляем. А, ну так я уже хочу её в громкие засунуть, настолько мне нравятся эти люди. Ну понятно. Ну давай, подожди, ещё чуть-чуть анонсик, чтобы отвалились те, кто опять не услышит нужных тем для себя. WordPress будет. Да, Slack взломали. Будем рассуждать, насколько их сильно или не сильно взломали. Ну и чуть про Apple поговорим, ответим на ваши вопросы. Ну всё, погнали. Погнали, да. Остаётся SmartApe у нас. SmartApe.ru Который проводит всё ещё акцию с нашим, так скажем, промо-кодом. Акция звучит так. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться, как обычно, по ссылочке в описании. В личном кабинете в разделе товар-услуги в подразделе безлимитный хостинг нажимаем кнопку заказать, вводим наш промо-код, указываем оплату и оплачиваем. Только обязательно промо-код, чтобы мы там, YouWebDesign, самые денежные пацаны для SmartApe. И обязательно оплачивайте, потому что если вы просто промо-код укажете, то толку от вас тоже будет ноль. Да. Но вообще это же у нас импортозамещение. Доллар там растёт, падает туда-сюда, а SmartApe цены свои не изменил ни разу ещё. С тех пор, как мы им начали пользоваться там 100 тысяч лет назад, поэтому это прям гаранты стабильности. Духовные скрепы, вот это всё. SmartApe не падает, да. Да, SmartApe не падает. Переходим к обсуждению. Дубль ГИС, ТАРС, сборщик, давай, Никита, рассказывай нам, я тоже как-нибудь подключусь в меру своих знаний. В общем, есть такая компания Дубль ГИС, которую все знают почему-то по картам. Хотя, как оказалось, я прочитал вот парня, который написал на гитхабе, я так понимаю, фу, на гитхабе, на хабр-хабре. Он написал статью, на гитхабе они выложили, собственно, продукт. И оказалось, что ребята в Дубль ГИСе делают кучу всего, кроме того, что просто карты. Во-первых, у них есть карты онлайн, то есть им приходится верстать там, наверное, кучу всего. Это я знал при всем уважении про карты онлайн, но тем не менее. И просто они какие-то сайты делают, то есть как-то живут жизнью, понимаешь? Ну, в любой приличной компании есть отдел, который веб-разработкой занимается. Он или на аутсорсе, но это-то сильно приличная компания из Новосибирска, поэтому у них есть свой веб-отдел, и там есть отдел фронт-энда, есть отдел бэк-энда, поэтому да. Возможно, они сначала кормились сайтов, а потом стали карточными пацанами. Нет, ты вспомни, их карточные эти справочники еще там хрен где были, на 98-й в Инде. У меня на первом компьютере был Дубль ГИС. Да-да-да. Возможно, из-за того, что мы близко к Новосибирску фактически находимся, у нас на дисках, на барахолках и всяких рынках продавались эти справочники. Не, ну кому продавались, мне давали прям на остановке диск бесплатно. А, на столько. Но это уже потом было. Потом, когда я работал еще в офисах, нам приносили, нам звонили, уточняли, не съехали ли мы, потому что, типа, да, то есть... В общем, большая-большая компания, которая сто лет уже у нас на российском рынке, сделала... Видимо, очень намаялись они с фронт-эндом, очень сильно, так, что им захотелось сделать некий сборщик такой по галпу, именно галп-таски. Они сделали... Причем здесь очень красивое название для этого, для всего. Фреймворк для галпа. Вот TARS, это новый фреймворк для галпа, который они сделали, и пообещали вообще кучу всего удобного. Ты подожди. Мне хотелось сказать, что это не... Они намаялись с фронт-эндом, а это просто очень хороший пиар-ход. Вот, видишь, теперь ты знаешь, что они не только карты делают, но еще у них есть быстрый дайлер для Android, расширение для браузера и так далее. То есть вот тут у них в сайт-баре, я смотрю, просто есть что-то чего. А ты прикинь, какие ребята заинтересуются вообще Tarsen? Таким ребятам, мне кажется, уже давно не надо ничего этого. Ну это ты так думаешь. Мне кажется, быстрый дайлер для Android нам всем нужен. Если бы у нас еще был Android. А дайлер, это что такое? Я знаю, Daimler, Chrysler. Ну нет, здесь, видимо, набор телефонных... Мы, кстати, чеканными обещали быть. Но набор телефона, видимо, дефолтный в Android, медленный. Я не знаю, я правда не понимаю. Короче, в общем, TARS, который будет фреймворком, собственно, для галпа, использует галп по полной. Он его прямо в хвост и в гриву. То есть там, во-первых, в галпе уже будет все у тебя. Ты устанавливаешь себе галп, устанавливаешь себе Node.js, распаковываешь этот TARS, как написано в установочке, и у тебя уже все. У тебя полный там и шаблонизатор у тебя есть. Ты открыл списочек? Я дал, он у меня прям в фокусе. Да, у тебя и jade-шаблонизатор, и полный SAS, лес, вообще все, что надо, стилус. Это, кстати, это круто, что у тебя все версии. Ты можешь сразу и то, и то, и все, если ты, конечно, пользуешься этим. Так просто вот именно. Я думаю, в большинстве компаний уже какой-то свой подобный фреймворк вокруг галпа образовалось. То есть есть какой-то бойлер-плейт, общий конфиг, и общий файл, который из Bauer или из NPM все это подтягивает. Но я думаю, им поддерживать это тоже надо время, поэтому они с радостью на TARS перейдут, просто чтобы меньше париться, и все. Это такая, знаешь, унификация и глобализация. Но это похоже на BEM, на самом деле. То есть BEM тоже сделала большая компания? Ну да, но там Tools of, там не только сборщик, там вообще охренеть, что. То есть там у них и шаблонизатор, они свой написали. Здесь-то все-таки из уже готовых проектов, ну у них есть свои вещи, но тем не менее. А в Яндексе-то они вообще все сами написали. Ну да, но я думаю, сравнение уместно. Хотя, может быть, мы вот с тобой нечистые фронтендеры, поэтому я вот далек от большинства вещей, которые здесь говорят. Грязные на руку. Но понимаешь, да, то здесь именно TARS, он для таких фронтендеров, которые вот прям, у них наколка фронтендер. Ну конечно, у них отдел, который полностью отвечает за статический шаблон, который им сказали сверстать. А дальше уже магией это все в реальный сайт превратится для них. Они, ну как бы, наверное, кто-то понимает, что такое бэкэнд. Но просто зачем им эти знания, если они лучше сконцентрируются на верстке, там на грядах, на разных препроцессорах, постпроцессорах и прочих SVG штуках. Поэтому, наверное, это правильно. В крупных компаниях есть отделы, которые отвечают там только за фронтенд, только за бэкэнд, чтобы уже не париться. Мне вот интересно, это также займет ту же самую нишу, как галп, наверное. То есть это же ничем не легче для людей, которые хотят одну кнопку нажимать. Ну, чуть легче, потому что тебе не надо доустанавливать кучу галп-модулей или плагинов, как они там называются. Здесь из-за тебя уже все поставили, и ты их просто одной кнопкой устанавливаешь, устанавливая TARS. Вот как минимум это. Ну да, да. Но все равно надо будет писать какие-то команды. Ты знаешь, это как со стиральной машинкой. У тебя нет одной кнопки постирать мне кофту. У тебя есть... Ну понятно. Ты же понимаешь, что это для фронтендеров, а не для обезьян. Давай... Ну да, да. Хотя, казалось бы, да. В ближайшем будущем сделают Yeoman генератор. Еще это тоже такой скафолдинг вокруг целого приложения. То есть там не только фронтенд, но еще и... Мы вот заинтересовались, есть ли Life Reload. Есть. Пишут, есть. Используются ключи LR. Я не знаю, насколько он встроен в галп или нет. Повторюсь, мы не чистые фронтендеры. Я использую CodeKit. Он намного быстрее и круче галпа и всех ваших других JavaScript решений. Но по каким-то причинам используют их. Ну, наверное, потому что перевести всю команду на CodeKit сложнее. Потому что там же думать надо, что-то жать. Но на самом деле он, конечно, менее гибкий. Мы здесь прикалываемся. То есть очевидно, что на галпе можно, ну, больше под нужды каждой компании сделать. Ну, он менее гибкий и просто кто-то на маках, кто-то на Windows. Ну, да, для, как я называю, мультиплатформенности тоже CodeKit он не очень подходит. Но здесь вот есть зависимости, конфиг, tars.config.js пишите. Можно галп-файл, видимо, еще чуть-чуть менять свой. Ну, в зависимости от того, который там есть. Но я думаю, большинство людей tars.config будут ограничиваться. Потому что именно поэтому они уже свой такой tars не создали. И будет, да. Документация у них очень хорошая, они прям хвалятся. Но здесь, на самом деле, они пишут в самом начале, что они изучили всех конкурентов. Здесь вот Head Start, JS, App Starter, Init, HTML5, Boiler Plate, Web Starter Kit и кучу других всяких вещей, которые комьюнити сделал. То есть здесь очень много именно таких Boiler Plateных тем, типа вот faviconки там и так далее. То есть, ну, я думаю, это прям очень хорошее решение для тех, кто хочет не париться и просто работать. Но они еще очень сильно кичатся, что они прям документацию написали классную. Ну, видишь, то есть это и пиар хороший в том числе. Они как Amazon подсаживают на свои продукты, потом будет какой-нибудь Tars Premium Pro Limited, которым будет все еще круче. Нет, который будет просто с нормальным интерфейсом. Ну да, может быть с графическую тулзу какую-нибудь они сделают. У них, вон, есть опыт разработки под разные мобильные вещи, нет. Нельзя с сайтбар отдельно скроллить. У них есть дубль ГИС, что еще надо? Ну, да, да. То есть, ну, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Какими шаблонизаторами будете из этого пользоваться? Джейдом или Хэндл Барсом? Какими препроцессорами? Постпроцессоров, кстати, пока нет. Они не хотят их сделать. Давай в самый низ проскроллим. Планы на будущее. Есть планы по добавлению новых фич, переехать на ГАЛП 4 версии. Мы вот, опять же, с Никитой не очень специалисты. Поискали ГАЛП 4 еще в разработке. То есть, они прям сильно в завтрашний день смотрят. Часто и 8, типа. Да. То есть, они молодцы. Добавить еще шаблонизаторов. Может быть, Хамл. Не знаю, какие еще бывают. Ну, наверное, много бывает. Добавить еще пре- и постпроцессоров. Тут, вроде, все три пре-процессора нормальных уже охвачены. И то, из них два ненормальных из этих трех, поэтому... Короче, они хотят, чтобы у нас вспухла голова от того, что они просто хотят мир захватить этим. Добавить поддержку ECMO Script Chase, но это точно пиар. Он еще нигде не имплементирован. Это будет не очень скоро. Поэтому тот факт, что они вот так вот сразу уже его поддерживают, это им на руку просто сыграет и все. Сильно в завтрашний день смотрят, то есть вообще. Ну, вот они еще про CodeFest говорят, который уже, собственно, проходил. Мы тут два дня подряд разгребаем твиты и всякие штуки про CodeFest. Поэтому, да, они вот там будут рассказывать. Наверное, уже рассказали, собственно, есть какие-нибудь... Конференция? А, ну там, наверное, есть записи, да? Ну, никакие понятия не имею. Не интересовался. Дубльгист. Но у них в блоге новых постов нет. Хотя у них есть вот главная тема на CodeFest 2015. Это, видимо, со старого. Ладно, не будем на это отвлекаться. В общем, пишите, что думаете. Я считаю, молодцы. Это круто. Хорошо хоть от Гранта отходит. Потому что Галп, я насколько помню, там пайплайн. Он просто банально быстрее работает, потому что меньше инпут-аутпутов на диск. Все в оперативке хранится. Это круто. Поэтому, да. Я скажу даже, что хорошо, что наши. А, ну тот тоже, да. Возможно, они как-то выйдут. Ну, хотя, видишь, у них вся документация здесь на русском. Или нет. Да, да. Поэтому непонятно, почему они на английский ее не перевели. Если они уж хотят на нормальный рынок выходить. Все хорошие фронтендеры на русском, понимают. Ну, ой, ну. Ну, бутбол. Или, ну да, да, на русском. Я не буду ничего больше говорить. Да, на русском. Будем обманываться дальше. Все нехорошие еще и на другом славянском языке. Взлом слэк. Я прям даже считаю нужным сказать, откуда нам это сказали. Нам вот Степан Тюрин 28 марта в два ночи прям написал о том, что слэк поломали. У него бомбануло в два ночи. Скорее всего. Хотя мне на самом деле письмо утром пришло тоже. Может быть, 28 еще письмо. Может быть, ну не помню. Мне казалось, что вот он написал в два ночи, а мне пришло еще в 12 вечера. Ну, что-то такое, да. Просто хочется как-то знать, думать, что ему тоже пришло, и он сразу к нам. Угу. Ну вот на Roam.ru написали статью. Она коротенькая, я прям зачитаю. Взлом слэк привел к утечке базы пользователей вместе с хэшами паролей. Наши слушатели в iTunes обязательно идите на YouTube, смотрите шоу Notes, и там написано, где там что, какие ссылки, мы все оставим. Корпоративный мессенджер Slack сообщил своим пользователям, что его инфраструктура подверглась злому, и хакеры, в частности, получили содержимое базы данных с аккаунтами пользователей, включая хэши пароли и информацию из профилей. Slack считает, что хэши из базы неуязвимы, но к подбору менять пользовательские пароли не нужно. Ну вот они об этом в письме написали. Хэши пароли сгенерированы с помощью их функции bcrypt с солью with a random generated sold per password. Даже без злома конкурирующий хипчат обошел Slack на рынке параноиков еще в январе, но там какая-то статья про хипчат, мне теперь хочется узнать. Рынок параноиков, это имеется в виду, что он более защищен, чем Slack? Возможно, возможно, они заранее еще об этом подумали. Хакеры имели доступ к инфраструктуре на протяжении нескольких дней в феврале. Компания сообщает, получили ли доступ к архивам, чатам и файлам клиентов, были ли они скопированы. Однако, учитывая доступ к базе данных с аккаунтом пользователей, доступ к архивам чатов вполне мог быть. То есть здесь нам пишут о том, что, возможно, все, чем мы с тобой писали в Slack, оно теперь у злоумышленников. Если мы там в открытом виде передавали пароли к какой-нибудь почте или к чему-то еще, то нам сейчас надо ходить и ведра подставлять, менять везде быстрее все. Под дырки подставлять. Затыкать дырки. Так, у меня что-то какой-то был этот, я даже не успел посмотреть, отключу уведомление. Так, ну, что касается хипчат, анонсировал хипчат сервер. Ладно, это сейчас не наша тема. Расскажите в комментариях, что там с хипчатом. Ну вот, сам пост у них на блоге, они все пишут о том, что, типа, на самом деле ничего не произошло, все хорошо, не парьтесь, но включите двухфакторную аутентификацию. Я включил через приложение Google Аутентификатор, я не знаю, ты знаешь, в дружественном подкасте его обсуждали как-то раз, когда Яндекс свою двухфакторную аутентификацию вложил. Вот, и там просто можно много сторонних приложений к нему подключать, сканировать QR-код и вводить просто его, и все. То есть я включил у себя, и вам всем советую. Ну, вроде мы не передавали никаких досвидосов в слэке. Мне просто, знаешь что, то есть они просто извинились. Вообще, в принципе, это же не угрожает ничему. Или угрожает, если... Это они так сказали. Может быть, на самом-то деле это всему угрожает, просто они вот приняли уже, типа, какие-то меры, и да. Ну, хорошо, хоть не в открытом видео, как... Видео. Не в открытом виде, как Sony хранили эти пароли. Ну, да. Помнишь, да, старую тему? Да, да, это смешно. Уже, уже хотя бы молодцы. Ну, и двухфакторная аутентификация. Пишите в комментариях, пользуйтесь ли где-нибудь. Я вообще везде, где можно, включил. Я даже себя параноиком при этом не считаю. Мне просто нравится, что дополнительный уровень защиты и всё. Ну, так все говорят. Я себя параноиком не считаю. Мне просто нравится, что у меня три двери, четыре собаки. Вот, да. Переходим к следующей теме. Ну, мы не могли чуть-чуть не сказать, поэтому, да. Кстати говоря, я бы вот эту тему не назвал, что мы говорим про Apple. Я бы эту тему назвал, что мы говорим про Nintendo. Вау. Потому что Nintendo, наконец-таки, позволит, пользуясь своей интеллектуальной собственностью и, соответственно, играми для других платформ, так скажем. Помню, был разговор, может быть, года два назад, может быть, три даже. Ну, достаточно давно, что, типа, их спрашивают журналисты. Ребята, что вы не выходите на рынок, там, айфонов, андроидов? Тогда ещё андроиды даже, ну, на рынок айфонов. Они говорят, так у нас же 3DS, наша портативная суперконсоль, поэтому чё нам вдруг куда-то ещё идти? И плюс у них Wii U тогда как раз накукливалось. То есть там тоже, вон, у них, видишь, отдельный контроллер, там, всё такое, типа, нам не надо это. Во-первых, мне кажется, они, знаешь как, они сидели, и у них там везде по фэншую расставлены эти, там, всякие фигурки, всё такое, они сидят. И им нельзя двигаться на американские рынки, это страшно просто. Ну, японцы, понимаешь, или так, или, знаешь, там сидят толстые такие мафиози, такие японские. И они сидят и думают, блин, какие, чё, зачем, они вообще-то не понимают ничего. И вот тут оказалось, что это бабки. Ну, нет, понимаешь, я помню историю. Именно руководство Nintendo говорит нет. А им совет директоров, то есть люди, которые реально с акциями сидят, они говорят, вы чё, поролись, что ли, это же, ну, это досвидос рынок, мы будем расти, там, и так далее. И, ну, их в какое-то время, вот, два года руководство уговаривает, типа, не, 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 прорвёмся. Ну, вот, не прорвались, видимо, 3DS не очень удалась. И, в принципе, а ты, зря ты говоришь, толстые мафиози, ничего не понимают. У них же PlayStation за окном, Sony. Так это другие, ребят. Ну, понятно, они могут на них смотреть и понимать, что это бабки. Это худые яйцеголовые, маленькие такие япошки, которые уже там супер... Ну, я понял, они уже к компьютерам подключены, а тут-то именно якудзи, они рыбой торгуют. У них основной бизнес — это торговля рыбой по всему миру, видимо, какой-нибудь. А Nintendo — это так, они занимаются, да, у них ребёнок какой, чей-нибудь ребёнок занимается этой компанией. Ну вот, и они, наконец-то, их своротили. Видимо, они все свои железки типа Nintendo 3DS и Wii U более-менее продали. Они, наверное, там окупились хотя бы железо, хотя бы производство на заводах. Ну, хотя я тебе скажу для любых бизнесменов, хотя бы окупились — это говно. Это значит провал полный. Ну да, для мафиози это плохо, я согласен. И они, вот, видишь, двинули. И не только на Apple девайсы, но, я так понимаю, и на Android будут делать. Я здесь даже тебе больше скажу. Mobile devices, PC and Nintendo consoles. На PC даже будет Mario. Ну, это, я считаю, наконец-то не надо бы эмулятор запускать. Да-да. Новый онлайн-мембершип у них будет магазин. Видимо, какой-нибудь там Nintendo Store. Угу. Осень 2015-го всё будет запущено. Да. То есть они и всю свою инфраструктуру туда переведут. То есть Wii 3DS будет тоже через этот магазин всё покупать-закупать. Но и все остальные мобайл-девайсы с PC тоже. Мне кажется, всё равно, сейчас вот это всё выплывет, да, на рынок iOS. Угу. И это будет всё равно уже такое небольшое комьюнити задротов, которое будет играть в это. В это уже не будут настоящие вот дети, которые сейчас растут, играть в Mario, например. Они не знают, кто это. Это не прикольно. Ну, я согласен, что американские дети, которые вот через 5 лет будут играть в Call of Duty, а сейчас пока играют в Minecraft или что-то ещё. Что сейчас они на телефонах, интересно? Хотя Minecraft теперь есть на телефонах. Не знаю. Да-да. Они, наверное, никогда не проникнутся к Donkey Kong, Зельдой, покемонами, вот этим всем. Но я вот лично поставлю себе и Марио, и покемонов. Вот да. То есть, видишь, уже некая там секция игроков как бы отсеклась. Потому что, возможно, если бы они спекулировали, не прекращаясь этим вот Марио образом и так далее, возможно, нормально было. Но они не прекращаясь на 3DS и Wii. Но это для Америки, это, конечно, проценты минимальные тех, кто это знает, любит и пользуется. Поэтому, да. Так, мы тут, между прочим, с тобой зашли на сайт компании denogames.com. Их подрядчики, которые будут это всё портировать на мобильные устройства. У них, они финалку вот какую-то сделали, но она тут какая-то такая мультяшная, рисованная. Самое главное, ты представляешь, какие бабки будут сейчас вертеться через эту дену? Они, наверное, на 100 лет уже заказов набрали. Скорее всего. Ну, ты видишь, у них Marvel Mighty Heroes есть. Transformers Battle Tactics. Blood Brothers 2 какие-то. Star Wars. То есть, они на многих франшизах уже паразитируют и делают. Я думаю, бабки у них уже есть. Но я согласен, что нинтендовские все вот эти тайтлы гигантские, это будет для свидос-рынок. Ждём, смотрим. Играем. Да, играем. Переходим к нашему новостному блоку про WordPress. Ты представляешь, ждали, все сидели? Скорее всего. Сегодня много про WordPress. Причём было настолько много, что пара тем перекочевала на следующий выпуск уже. То есть, будут не свежие у нас темы? Ну, в смысле, нет. Я имею в виду... А, ты мечтал через неделю? Ну да, будет чуть-чуть с запашком. Ой, ну ладно. Ну, они, понимаешь, некоторые из них... Одна будет с запашком, да. А одна будет как вино хорошее. С годами только лучше. Поэтому посмотрим. Но мы, на самом деле, сегодня будет первый наш подкаст, в котором мы анонсируем, что будет в следующем выпуске, чтобы вы ждали, переминались потом в понедельник, в середине дня, ждали, как вечером там мы вывалим это всё. Ладно. В WordPress REST API, я думаю, все отлично понимают, разработчики, о чём мы говорим. То есть, будет полностью API, которому можно доступаться в вашем WordPress, получать там посты, таксономии, всё что угодно, информацию о пользователях, ну, у кого будет там ключ или если будет открытый API. Вот. И у себя где-нибудь в приложении или на другом блоге, в JSON-ах вам будет прилетать, у себя это всё располагать. Мы, кажется, уже об этом говорили неоднократно в наших подкастах, что за вот этим WordPress API им будущее. Вот вышла версия 1.2, там куча всего пофиксена, они 9 месяцев с версией 1.1 уже работали. Ну и, грубо говоря, уже около... В некоторых вещах 98% сделали, уже того, чё надо. А в некоторых пока 50, там, комментарии, юзеры, посты ещё не полностью можно подгружать, не все поля там и так далее. Ну, ты сам понимаешь, там, целое дело. То есть, все эти запросы в базе данных должны быть, их как-то нормально кэшировать нужно на уровне, чтобы не дрочить дальний сервер. Ну, в общем, да. Видишь, они более 80% уже в девелоп-бранче. У них, видишь, какая цель? Версию 2.0 включить в ядро. Так. То есть, видишь, я не знаю, куда... В ядро чего, простите? В ядро WordPress'а. WordPress'а, видишь, number one goal у них такой. Нет, ну, наверное, если бы там... Ты, допустим, написал какой-нибудь плагин, там, я не знаю, Guitar Hero WordPress, ты хотел бы по-любому включить. Ну, нет, здесь же, ты же сам понимаешь, что ими уже много кто пользуется, они себе зарекомендовали как хороший плагин, который нужен. И просто это такие реалии середины 2010-х. Хотя, на самом деле, это реалии для некоторых и конца 2000-х, что у тебя должен быть хороший RESTful API. Потому что иначе, ну, все ограничены будут твоим веб-интерфейсом, там, и так далее. Веб-приложения будут дерьмовые, в смысле, мобильные приложения не смогут там как-то... Ну, короче говоря, это же целую инфраструктуру можно построить, если у тебя на сайте есть WPREST API именно с WordPress'ом. Тебе не нужно самому свой писать, как там Dribbble, например, написали и так далее. Но это, естественно, не так гибко будет, как у Dribbble. То есть это такая долгая дискуссия, нужны ли нам вот эти API, которые такие сугубо для чтения, ну, хотя для записи оно тоже будет, для сторонних. Ну, в общем, наверное, его можно будет отключить по дефолту, чтобы к тебе не могли злоумышленники доступаться по открытым каким-то каналам. Но это будет лихое время, когда это сделают, потому что можно будет кастомные админки писать. Я думаю, уже сейчас этим занимаются, потому что, в принципе, это плагин готовый. То есть писать кастомные админки у себя в дашбордах где-нибудь, анализ дейты, который тебе прилетает из WordPress'а. Допустим, есть у тебя... Ты директор какого-нибудь издания типа Mashable, да, журнал онлайн. И вот ты хочешь посмотреть статистику, кто у тебя как пишет. Ты заказываешь в какой-нибудь студии типа нас написать аналитику под WordPress'а. То есть заходишь в свой аналитический дашборд, у тебя написано, вот этот редактор с такой-то периодичностью пишет посты. У его статей столько-то комментариев, столько-то просмотров. И ты можешь анализировать, кого подпнуть под зад, кого премией наградить и так далее. В принципе, я думаю, вокруг вот именно этого REST API'а много бизнесов и стартапов сложится. Типа вот уже упомянутой мной WordPress аналитики и других вещей, которые можно прикрутить вокруг WordPress'а. Я прям вижу лихие времена. Если наши слушатели, вы достаточно компетентны в этом, пишите свои идеи, начинайте их реализовывать. Пишите нам, будем вместе их реализовывать. Деньги пополам, поэтому, да. Подожди, но мы же вот когда еще с самого начала ты мне кидал эту статью, там вот товарищ, который на VPT заправляет, он же сильно не понимал, что это. Ну, был момент, да, Джефф, сейчас уже Сара, видишь, взялась, и она интервьюирует вот людей, которые этим плагином занимаются. Сам Джефф, он не очень понимал, зачем это. Но это было месяц назад, видимо, разобрался. Ну да, раз он пропускает статьи. Я не знаю, насколько он там суров по отношению к Саре. Она уже достаточно давно работает, чтобы, да, чтобы самой постить. Ну, в общем, это круто. Прям я считаю, что нужно уже сейчас разбираться с этим WP REST API. Будем. Следующая новость Shortcake из нового WordPress Featured Plugin. Что такое WordPress Featured Plugin? Это плагин, который развивается как отдельный плагин, потом его включают в ядро. Так, то есть вот помнишь админка, которую в 3.6 версии сделали? Она до этого целый год разрабатывалась как плагин MP6. То есть можно было вот эту флэточную админку подключать еще заранее, до того, как его включили в ядро. Вот это был тогда Featured Plugin. То есть он развивался, тестировался, как только он стал крутым, его включили в ядро. Вот новый плагин Shortcake. Это UI для того, чтобы шорткоды добавлять. То есть здесь будет... Здесь есть кнопка? Нету? Тут как-то нету. Вот. А, в ADD Media прямо у тебя есть Insert Post Element. И те шорткоды, которые у тебя поддерживаются, будут здесь добавляться как пункты. То есть не понял. Вот у меня есть типа видео. Допустим, у тебя есть видео. Тебе бы приходилось до этого переходить в текстовый редактор, писать в квадратных скобочках видео равно... Или, точнее, видео пробел URL равно такое-то то-то-то. А здесь будет, видишь, именно интерфейс графический. Ты жмешь на видео, вставляешь ссылку, а у тебя там генерируется шорткод. То есть это красивый интерфейс для визуального редактора по добавлению шорткодов. Ну да, это прикольно. Так тогда скоро вообще можно текстовый убрать, получается? Ну, не стоит. Но я вот всё всё равно в текстовом пишу. Я прям хочу знать точно, что у меня там происходит. А вот смотри, мы же иногда клиентам убирали текстовый, да, допустим, вариант. Точнее, мы убирали визуальный. А вот если текстовый убрать полностью? Мы убирали визуальный, потому что мы дерьмовое делали. Сейчас-то мы уже делаем так, что что-то в визуальном не делай, а ну там всё равно нормально, вот и пробельчики добавляться там и так далее. То есть это... Нет, я имею в виду, я вот хочу глупым редактором в газете там или автором в газете, я не хочу, чтобы они видели у меня код. Убрать тексты вообще, чтобы не пугались. Да, 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 можно, можно, конечно. Это всё такое. Да, это, наверное, движется к тому, чтобы больше таких обезьян и юзеров в WordPress привезти. Хотя казалось бы, когда у тебя есть Jetpack, да, который тоже всем обезьян и юзерам устанавливается, у тебя там автоматически ловятся эти шорткоды, то есть ты можешь просто ссылку на видео кинуть, оно у тебя хоп и перестроится в видео автоматически. Да, 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 кстати, да. То есть, ну Jetpack пока, слава богу, в ядро не включили, хотя, я знаешь, мне ночью иногда это снится, я в ужасе просыпаюсь в холодном поту от того, что действительно, не дай бог, это произойдёт. Ну, плагин достойный. Ну, круто, круто, я прям в правильном направлении и тут. Сам Джефф уже пишет. Короче говоря, то, о чём мы говорили с вами, чё будет в WordPress 4.2, одно из крутых фич, помнишь, мы с тобой, Никита? Угу. Типа, ты жмёшь установить плагин, и у тебя не переходит на такую страницу, типа там активируется, т-т-т, а у тебя как... Автоматически. Да, у тебя просто там появляется маленькая пометочка устанавливаю, и потом она хоп и уже установлена. Вот видишь, здесь гифка есть. Типа, ты жмёшь апдейт, он апдейтинг, хоп, апдейтинг. Представляешь, у нас чуваки сейчас, которые там, допустим, какой-нибудь на джумле сидят, слушают, и они глаза закатывают, как Роберт Дауни-младший на картинке. Ну, возможно, у них это уже есть давно, да, я не знаю, не слежу. Нет, нет, просто чё мы, ну, типа, чё это чуваки какой-то хренью гордятся, а на самом деле-то это большая вещь. Нет, это круто, это big deal, просто ты понимаешь, новость-то о том, что вырезали это из 4.2. Не-е-е-е. Не успевают доделать. А как мы без этого будем? Потому что... Активировать придётся нажимать? Придётся, да. Деревня, я не могу. Ну, вот видишь, в чём дело. Здесь, на самом деле, очень классический получился пример того, как у нас всегда бывает. Думали, что там понты сделать, а там оказывается дохрена. Представив варианты, когда, например, типа плагины WordPress Maintenance, которые ты не хочешь сразу активировать, а он у тебя активируется сразу. Надо какой-то интерфейс написать, типа, а хотите ли вы активировать? А некоторые активируются только, когда ты их настроишь. Там будут ошибки валиться и так далее. Вот эти все вещи, все эти варианты, кейсы надо проработать. А все думали, что просто мы сделаем, короче, он будет хоп, всё, прилетать. Короче, это я сам просто хоп и всё. Оказывается, нет, надо дохрена этого ещё делать. Ну, может быть, 4-3 и сделают. Ну, скорее всего. Я просто к тому, что традиционно есть люди, которые демагогией занимаются и думают, что только у нас там в России хреново программируют, срывают сроки, делают прямо в ночь перед дедлайном. Вот смотрите, у них тоже всё срывается. Это русский, это, знаешь, кусочек русского. А, скорее всего, это, да, это русский отдел в Automatica, в WordPress Community, за это отвечал, и вот они просрали все сроки. Но немедленно хочется вспомнить ту историю, когда в Греции, когда там был кризис ещё 2008-2009 годов, им нужно было выделить дохрена поддержки, потому что у них там важные эти, стратегически важные оливковые деревья, если не выделить им бабки, то они все загнутся, у них не будет денег их обслуживать, а заново садить, ну, сам понимаешь, это долгая инфраструктура. Так вот, греки вместе с еврокомиссарами, они со спутника же будут фотографировать, сколько, типа, деревьев там и так далее, ну, сколько денег выделять, не будут же комиссию засылать. Вот они рисовали тени от деревьев дополнительные, чтобы им больше выделили денег, и, естественно, пополам с еврокомиссарами это всё попилили, потом только 40% денег дошло до самой Греции. Тени прямо рисовали? Тени, тени, реально рисовали тени, потому что спутник, ну, там непонятно, деревья нарисовать сложно, они ночью не будут там видны или как-нибудь это, вот рисовали тени, это реальный факт, можете загуглить. Поэтому, кто говорит, что воруют только в России, хочется... Это неправда. Да, да. И вот, а то, что у них, типа, лучшее программирование, хочется другую историю вспомнить. Встречаются выдра и крыса, и крыса говорит, вот как так получается, ты же вот тоже крыса, по сути, а ко мне так хреново относится, а к тебе хорошо. Она говорит, а у меня, говорит, пиар лучше. Вот у них пиар просто лучше, на самом деле, а люди-то везде одинаковые. Ну да. Ну, так у нас вон тоже уже первой темой были. Уже ребята растут, уже делают всякие вещи. Да, да, дубльгизм молодцы. В очередной раз хочется отметить. Еще крупные такие компании у нас выходят на open-source рынок вслед за Яндексом. Теперь хотим ответить на вопросы. Здесь поднакопилось всякого, мы уже вот смотрели из предлагаемых. Ты, спочти, с чего ты с первого выбрал? С того, что у нас запланировано первое. Ну, первое у нас запланировано ресурс. А почему замуж за... А, он так и называется. Он так и называется, да, да. И dateprog.com, даже не пиар. Причем, я бы даже такой хотел пропиарить, но не знаю. В общем, в Украине, в Украине, на Украине, как в Украине, не будем обижать наших украинских слушателей. Не можешь найти классного парня? Попробуй программиста. Умный, перспективный, интересный. Возможно, он новый Павел Дуров. Но как и где с ним познакомишься, все было серьезно? Почему черный фон? Где какая-нибудь видео-бэкграунд? По-моему, был. Тут что-то они сделали. Сломали? Татьяна, 25 лет. Сначала мне он не понравился. В клубе не танцует, что-то вечно смотрит в телефоне. Но познакомившись поближе, я не пожалел. Мы вместе уже три года. Татьяна, 25 лет. Знаешь, такое чувство, что что-то тут новый Павел Дуров. Причем адаптивно, да. То есть делали программисты? Ну, короче говоря, видимо, у них на Украине совсем беда. И только украинцы нормально денег зарабатывают. Украинцы? В смысле, только программисты нормально. Я не могу. Только программисты нормально бабки зарабатывают, поэтому на них все накинулись, набросились. Ну, вообще, это же лишний раз рассказать про таких людей, как программисты, что они вот такие, что у них много плюсов оказывается, что они тоже могут что-то. Ну, я думаю, что ради денег. Это понятно. Но сам подумай, в условиях того, что наши национальные валюты обваливаются достаточно сильно, кто может работать в долларах, кроме чистильщиков, туалетов? Ну да, да. Программисты. Вот поэтому за ними и открыли охоту. Спасибо, Александр Хмельницкий, за предложенную новость. Это прям хорошо. Следующий у нас здесь крик души. Сможешь, Никита, зачитать? Василь Пасечник пишет. Он пишет, что изменится, если перейти с фотошопа на иллюстратор. Вот как можно перейти с фотошопа на иллюстратор, если два разных инструмента? А ты, вот давай сейчас мы прочитаем и будем обсуждать. Сейчас поймем. Во-первых, вы будете страдать. Многое будет непривычно и вообще придется думать иначе. Вы не станете более лучшим дизайнером, качество ваших работ никак не вырастет. Вы будете делать все то же самое, но немного иначе первое время. Вам будет очень не хватать некоторых растровых возможностей, придется подумать, чтобы сделать некоторые элементарные для фотошопа вещи. И как бы выделяя в следующую мысль, он пишет, но есть и хорошие новости. Во-первых, главный и самый ценный ресурс для любого дизайнера, да и вообще любого человека, это время. Зачем что-то делать два дня, если это можно сделать за четыре часа? Как правило, мысль обычно идет быстрее, чем рисуют руки. То есть иллюстратор мыслит, иллюстратор очень сильно помогает экономить время. Во-вторых, векторные файлы намного проще исправлять, управлять, что-то передвигать, изменять размер и так далее. Идеология, объект, а не слой, дает существенный прирост производительности. И последний пункт, и самый важный. К вам начинает приходить понимание с большой буквы, чем именно вы занимаетесь. Ну, то есть вы что-то делаете день из-за дня, а потом до вас доходит, с большой буквы доходит, что важно, а что нет. До тебя доходит с большой буквы, или нет, что ты хотел сказать, Василий Пасечник. Он как-то, он, понимаешь, его как будто ужалил иллюстратор. Возможно, укусил. И заразил. Да. Потому что на самом деле, если ты хорошо работаешь в фотошопе, ты тоже это делаешь быстро. Это вещи для разных, эти два инструмента для разных, как бы, применений. У нас когда-то же были споры, типа, вот кому-то удобно в иллюстраторе, кому-то в фотошопе. Были же какие-то такие? Нет, бесспорно были. И останутся, и есть. Еще скетч можно сюда приплести. Но скетч хорош для UI, для интерфейсов, для всего остального нехорош. Поэтому забыли. А фотошоп, ну, видимо, Василий Пасечник имеет в виду для макетов. Ага. То есть, ну, очевидно, что ты не будешь в иллюстраторе обрабатывать фотографии, фильтры там, какие-то накладывать, растровые возможности, как он сказал. Ну, то есть вот сидят один какой-нибудь Леонардо да Винчи нашего времени, суперпрофессиональный какой-нибудь чувак, который рисует вообще прям гениально, рукой, да? А есть чувак, который... Малевич. Не-не, который суперлоготипы делает. Какой-нибудь суперлебедев, я не знаю, арт-директор, да? Лебедев и так супер. К нему суперлебедев это тавтология. Я согласен. Это же масло масляное. Так вот, вот они сидят вдвоем, и для них эти два инструмента, один живет в фотошопе, один в иллюстраторе. То есть как бы... Я согласен, что это бред бредовый, но просто он красиво написал, мы не могли не зачитать. Красавчик. Это тост, я считаю. Да, кстати. Выпьем за то, чтобы до всех с большой буквы доходило, понимаешь? Я зубом опять ударился в микрофон. И понимание с большой буквы, чтобы все было с большой буквы в жизни у всех. Как у Василия Пасечника. Ну, давай дальше. А у нас какие-то вопросы сейчас очень модные. Кстати, про Тарс нам... Я сказал, да, что Кири Доценко предложил? Да. Я хотел не забыть, прям, да, все, отклоняем. Так, у нас есть еще на Ютьюбе нам вопросы. Так, ну здесь, кроме того... А, там не только вопросы. Я начну с... Я начну с вкусненького. Давай. Про наш прошлый подкаст пишут. Черт, где же это было? Ну, такое нельзя заготовить. Вот. Ребят, вы забыли обсудить, какой суп лучше и ножи для домохозяйки. Не кажется ли вам, что не очень весело слушать балаболи, а там на каких машинах ездит макоёбы? Честное слово. Может, по тематике своего влога пройдетесь? Тем вроде достаточно. Хотя бы про ПЫХ-7 или скетчи HTML6. Уважаемый Гордон Фриман, про скетчи HTML6 мы говорили пару-тройку подкастов назад. Про ПЫХ-7 будем говорить далее. Поэтому все хорошо. Не, ну, мне нравится, что чуваки обращают внимание, что мы уже много слишком говорим про Apple. Ну, про Apple нельзя бы не говорить на прошлых двух неделях, потому что да. Нету планов по Canvas, пишет Art Iganza. Iganza, не знаю. Кстати, Iganza, видишь, уже один Apple-овский пришел. А, скрылся. Планы по Canvas есть, уважаемый, Art. Это настолько необъятная тема. Так много инструментов для работы с Canvas, что, ну, какой-нибудь интересный инструмент будет, что-нибудь, может, скажем. Пока, ну, мы понимаем, что это такое. Может быть, кейс какой-нибудь будет интересный. Я даже знаю, как переводится, даже знаю. И как? Canvas. Да ну нахрен. Кирилл Кузнецов. Почему не Кузнецов? Ну, ладно, ну, фамилия. Такой человек, не знаю, почему мне этот вопрос возник за секунду. Про Firefox OS что-нибудь слышно? Причем он дважды спросил к подкасту номер 29 и к 30-му. Ну, он бедный, он не может сидеть уже ни на чем, кроме Firefox OS. Он причем кидает ссылочку нам на то, что в Яндексе реально ищут про Firefox OS, что не он один такой, он настолько кидает ссылочку, что подумали, что мы боты. Так это он, боди, все и ищет. Скорее всего, вот эти 1100 человек, которые искали в период с 14 июля. А, ну, кстати, он нам динамику показывает, что в 14-м году мало искали, ну, относительно. Сейчас очень. А сейчас вон всплеск с декабря пошел. Видимо, новый релиз какой-то. Высший или новый какой-нибудь телефон. Ну, как забыл уже. Подожди, Кирилл. У нас одни Кириллы, Доценко, Кузецов. Да. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, а Firefox OS, это для чего, простите, OS? А, я открыл здесь. Ну-ка. У них есть для десктопа и для Android. Что такое Firefox OS для десктопа, мне интересно. Ну, это Linux ядро, да, в основе, монолитное. Да, это тоже... И это как Chrome OS, я так понимаю. Это браузер, операционная система. Ой, я, если честно... А, нет, 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 нет. Извините. Это он просто на Firefox браузер ушел. А-а-а. Смешно. Для Android. Ну, короче, вот, видишь, у них три. Для десктопа, для Android и OS. Вот мы на OS не находимся. В общем, это форк Android. Самый простой и самый умный. Понял, да? Прокрутка до нужного места. Мгновенный поиск. Переход между приложениями. Короче, знаешь, это обертка вокруг Android, как HTC Touch. Что-то еще. Вот это Firefox-овская обертка. Они переписали все дефолтные приложения, сделали их более лучше. Подожди. Чем это будет, во-первых, отличаться от всего? А, во-вторых, они, типа, конкурируют с Chrome? Нет, 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 нет. Они конкурируют с другими андроидами. С самсунговским андроидом. С HTC. Именно оболочками. Я не помню, как они называются. Лаунчер, не лаунчер. Ага. Который в Apple Springboard, в iOS. То есть, сама оболочка. Эксплорер Windows-овский. Вот он Firefox-ный. Он на нескольких телефонах есть. Вот нам говорят, что в России Megafon продает. Молодцы. Перейдем. Нет, на самом деле, раз есть всплеск. Alcatel OneTouch. 24 тысячи рублей, смотри. На Firefox OS. Ну все, значит, просто сейчас уже начали продавать и круто. Ну, видишь, дешевый сегмент. Какой-то, видимо, быстрый, хороший. Но OneTouch, HTC OneTouch же был. Чего они слили-то? Видишь, мы бы сейчас с тобой очень сильно не заинтересовались, если бы у нас, мы оба на Firefox сидели. Но мы... Или на Android хотя бы. Да. Кому это надо? Новую трубку покупать на Firefox OS? Пишите, пожалуйста, уважаемые слушатели, зрители, в комментариях, что можно нормально сказать про Firefox OS? Потому что пока какая-то шляпка. Ну, просто еще один лаунчер или... Я не знаю, как это в экосистеме Android называется. Еще одна оболочка вокруг Android, вокруг ядра. Ну, наверное, она крутая, раз Firefox, Mozilla занимается. То есть, они побольше времени потратили, чем какой-нибудь... Я видел, Baidu OS есть, китайская, вокруг Android. Хотя Baidu тоже хрен какой охрененный стартап. То есть, это не стартап, а бизнес. То есть, не знаю, не знаю, чем она должна быть лучше. Какой там внутри Android? Четвертый, пятый? Тут непонятно. Ничего. Ну, кстати, подождите, давай посмотрим на их лендинги. Я не знаю, у нас есть время еще смотреть на их лендинги? Есть. Лендинги. Я, кстати, спалился, что я с Википедией к ним на сайт перешел, потому что я не нашел его просто так. Так, развлекайтесь, строите планы. Ух ты, смотри, развлекаться только с помощью камеры можно. С помощью календаря не развлечешься, понял? И с помощью часов. Планы, к сожалению, придется строить. Так, не сказано, какой андроид лежит в основе, правда. Поддержка Firefox OS. Ну, вообще, вот ты же недавно намучился сильно с андроидами. Что скажешь ты по поводу, вот допустим? Это просто худшее, что сделали. Я не знаю, зачем это нужно использовать. Это просто досвидос. Никакие, ничего не обновляется. Все какое-то надо ждать, пока именно твою вот эту вот оболочку вокруг андроида обновят до нового андроида. Все какое-то странное. Куча лишних приложений, которые по дефолту установлены, которые нельзя выпилить. Причем, из них большинство это всякие клинеры, баттередокторы и прочие досвидос, которые мне постоянно говорят о том, что мне надо что-то выгрузить, что-то убрать. Я это выгружаю, мне показывают все зеленое. Купите наши другие приложения. Если я не куплю, мне снова что-то надо выгрузить, снова что-то поменять и снова купить какие-то другие приложения. Это худшее вообще. Может быть Firefox OS как раз принесет нормальное? Может быть. Может быть за 4000 вот этот алкотель нормальный и быстро работает, в чем я собственно сомневаюсь. Но Marketplace у них свой или вокруг Google Play будет? Firefox Marketplace свой. Возможно там хотя бы они как-то проверяют все приложения, которые туда попадают, в отличие от Google Play. И нельзя нарваться на откровенное говно. Конечно. Хотя в Google Play вот там чтобы выбрать что-то, это да. Ладно, это можно долго говорить. Мы анонсируем что будет в следующий раз. В следующий раз мы поговорим про PHP 7. Проговорим про инфраструктуру React, которую Facebook сделал. то есть не только React.js, они сделали новый какой-то React Mobile или что-то подобное, чтобы делать приложки. Приложки на JavaScript. И анонсировали свою собственную IDE, то есть редактор кода и систему компиляции Nuclead, которая вот это все будет делать. И поговорим про, ну кроме всяких дефолтных WordPress-овских тем, поговорим про такой стартап IESOP. Не знаю, как правильно произносится, но IESOP. как слышится, так и пишется. И что там? Это Story Engine, это вокруг WordPress целая штука, которая из него Medium делает, грубо говоря. Я почему именно сейчас захотел об этом поговорить, потому что они еще дополнительный плагин там какой-то сделали, который не только Medium делает, но еще и умный. Medium в плане того, что это будет мультисайт? Нет, в плане того, что у тебя удобный фронт-энд редактор, красивый, и ты забыл, что у тебя WordPress, когда ты вот эту штуку накатил, ты сразу стал таким крутым писателем, который в кофейне сидит с Air'ом, или даже не с Air'ом, а с новым Macbook золотым, тоненьким, легким, воздушным, у тебя прям, ты пишешь тексты гениальные, тебе за них платят там по полсотни тысяч рублей за каждый текст там в известие, во взгляд куда-нибудь, нет, не во взгляд, в Медузу, в Эхо Москвы, в Слон, в Сноб, вот в наши любимые, да, ресурсы. Подожди, ты сейчас, скорее всего, напугал всех людей на следующий раз, будет что-нибудь казуальное, я думаю, одна из темок будет казуальное. Они не хотели про Apple что-нибудь найдем? Да, да, да. Пишите в комментариях, нужно ли все-таки чуть-чуть снизить градус гиковости, потому что в следующий раз прям вжарим по полной. Придется готовиться. Там к половине тем без подготовки не подступиться, но я понимаю. Как и всегда, собственно. Ну, да, обычно-то, да. В общем, это был подкаст Europe Design, 31 выпуск, 30 марта, подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, подписывайтесь обязательно на нас в iTunes, слушайте нас там, мы как-то обратно позиций там даже набираем какие-то более или менее вменяемые в топ 200, ну, точнее, в топ 20, на самом деле, в топ 30 там и так далее в лучшие времена. Причем всех подкастов, но тем не менее, если вам удобно слушать нас в аудио, в транспорте, в метро, дома, под одеялом, перед сном, неважно, подписывайтесь на подкасты и все будет хорошо. Всем удачного дня, пока. Пока. 3, 2, 1, сосисочная шушера. 1, 2, смарт-тейп ту-ду лист. Я не стал обойку менять, поставил классическую. Ты меня там убавил, наверное, меня вообще не слышно. Ну, подожди, есть, видишь, есть у меня. О!